С вами Ари Ран, и это еженедельный дайджест кей-поп новостей. Ребята, очень рады видеть вас всех в кадре. И боюсь, что и буду болтать все видео, видео получится безразмерным, но я себе сказала так. Будь краткой, пожалуйста. Поэтому перейдем сразу к анонсу. Поклонники стырили еду у своих артистов. Американский исполнитель, стырил клип, Уга 7, Биг Хит Энтертеймент. Нет, они ни у кого ничего не тырили, но тем не менее, они обошли Эйпл в сфере инноваций. Также у нас Сухой из Иксо занял позицию лучшего лидера в кей-поп 2020. И еще произошло заражение на площадке Айленд. Об этих и других новостях прямо сейчас поподробнее полетели. Вы знаете, что я слежу за проектом Айленд. И да, я посмотрела уже седьмой эпизод. В седьмом эпизоде появились в доме Айленд бантаны. Они контактировали с мальчишками хоть через телевизор, но, собственно, это не важно. Они оставили им крутые подарочки, они оставили им наставления, они ржачно ходили по дому. Чонгук зашел на кухню с пустыми руками, вышел с полными. Случай, тот самый случай. На площадке была привлечена клининговая компания. Помните, жаловались? Ладно, хорошо, я об этом не буду. Так вот, сотрудник клининговой компании, он был на площадке один. Как сообщается, работал в маске, больше никого не было. И вот оказалось, что он заражен. После этого площадку, после клининговой компании, продезинфицировали. Все нормально. И всех принудительно заставили подавать тесты. Мальчиков, став, короче, всех и вся. Временно были съемки приостановлены, но в данный момент возобновились, потому что почти все уже получили тесты. Все у них отрицательные. Те, кто еще ждет результатов, пока что на площадку не допущен. Короче, вот такие пироги, ребята. Туда же, вдогонку, некоторые из артистов и публичных личностей продолжают выгребать за то, что посещают какие-то кафешки, рестораны, клубы. И потом там обнаруживается кто-нибудь, кто был зараженный, собственно. Например, так у нас кто? Джун из Севентин вместе с Куном и Сяо Цзунем из Вэйви. Посетили они какой-то буфетик, в общем, там была линия самообслуживания. Все они были в масках. Фотки попали в интернет, выяснилось, что там тоже кто-то в итоге был выявлен зараженный. Кто-то переживает, кто-то на них ругается, конечно, как всегда. Актер еще у нас. Зовут его Ким Джун Йон. Я его не знаю, но такой хорошенький. Он, значит, в мюзикле тоже посетил какой-то клуб. Там выявили все, сидит теперь на карантине. Ему поставили замену, кто-то на него обижается. Там все. Ну, люди. Все, ладно, давайте еще про здоровичка. Шон Йон у нас из Монста Экс. 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 Hi, this is Шон Йон from Monster X. Недавно рассказывал о том, что ему была экстренно проведена операция на глазу. Поскольку обнаружилась отслойка сетчатки глаза, так вот все у него хорошо. Концерт онлайн прошел, он о нем выступал. Сказал, что чувствует себя прелестно. Но у нас еще есть Шон Йон. Ей провели операцию на межпозвоночной грыже некоторое время назад. И у нее перерыв в связи со здоровьем. Ее расписание тоже корректируется. Агентство периодически информирует о ее состоянии. На Стребода ее не бывает. Премия, которая прошла недавно. А остальные девочки выступали тоже умочке. Еще у нас Сангланчик из Севентин. Пропустила я вообще ту новость, когда у него произошла травма эта. Ну то есть не я пропустила, в новостях не рассказывала. У него травма лодыжки. Мы тоже провели операцию. И в связи с этим он был вынужден взять перерыв для восстановления своего здоровья. Его расписание тоже было скорректировано. Тем не менее, говорят, что он быстренько идет на поправку. Все хорошо. И какие-то несложные мероприятия, типа фан-ивентов, он изъявил желание посещать. Вот, поэтому с докторами посовещали и сказали, да, в принципе можно. Поэтому будет периодически появляться, как бы, что уже хорошо. Еще у нас Джессончик. Нас ребадал, значит, возле, где они автографы давали стены, все было нормально. На сцене бац и сидит. Все как поперепугались, что произошло с ребенком. Почему все танцуют, а он сидит, что с ним. Провели ребята трансляцию и сказали, что ничего серьезного. Я рада, что даже несмотря на то, что ничего серьезного, ему дали возможность сидеть и не плясать с остальными, если для этого была необходимость. Поэтому пусть поскорее поправляется. Что касается у нас Сарибады. Значит, Сарибада K-Music Awards 2020, 13-го числа у нас прошла. Я, наверное, ставлю, посмотрите, кто какие награды забрал. Не буду говорить про всех конкретно. Думаю, что многие здесь найдут тех, кого бы мы хотели видеть в этих списках, но их просто нет. По основным наградам у нас выступление года забрал Канданечка. Музыка года у нас Red Velvet. Также артист года у нас Twice. И Дэсанчик забрали Бонтаны. Дэсан это самая такая, самая-самая награда. Помимо этого, Бонтаны еще забрали Бонтан, тоже главная награда. И еще там что-то связано у нас с мировым бесом или любимый, в общем, Транстоте, три награды на Сарибадане забрали. Сами не присутствовали, все равно записали благодарственное сообщение, в котором, собственно, поблагодарили. Вот, да, как я объясняю, рассказываю. Я прям умею, да. Хорошо, давайте перейдем к мене из AOA. Эта ситуация уже обозревала, не буду, ребята, повторяться. Смотрите, прошлые новостные выпуски, есть целый плейлист на канале. Скажу, что на данный момент у нас уже. Так вот, после члена вредительства, когда она попала в больницу, ее уже выписали. Доктора и родители обсуждают план ее лечения. Она опубликовала сообщение, в котором извинилась за, вот, собственно, свой этот поступок и за то, что она его так вынесла на всеобщее обозрение. В больнице ее посетил председатель FNC Entertainment, ее бывшего агентства, и что он был очень искренний, ля-ля-ля, в общем, что-то вроде лед тронулся у нас. Также FNC Entertainment опубликовали большое заявление, в котором сказали, что мы просим прощения за то, что сохраняем молчание чаще всего, ибо нам приходится взвешивать каждое слово, нам много чего есть сказать. Я вам так скажу, собственно, как это звучало между строк. Но мы не знаем, как поведет себя Мина, и поэтому, что бы мы ни сказали, это может переполошить ее, неизвестно, чем это закончится. Поэтому ее здоровье и ее жизнь в приоритете, посему мы не будем ничего говорить, по крайней мере сейчас. А что касается финансовой стороны, так мы чисты. И если есть какие-то несогласия, то мы можем с юридической стороны, собственно, этот вопрос решить и понести ответственность. Вот так они сказали. И в итоге она удалила свой аккаунт в Инстаграме. А как вы помните, это, собственно, все и качалось через ее Инстаграм. Но, тем не менее, что касается Джимин, главного, так сказать, антагониста всей этой истории, говорят, что в сферу развлечений она возвращаться не планирует. Недавно она удалила все свои ролики или, возможно, скрыла на YouTube-канале. Продолжают вылезать, то там то самое интервью и всякие шоу-программы, где рассматривают Джимин уже с другой стороны то, что казалось шуткой. Сейчас уже видят в этом плохое воспитание или плохие черты какие-то характера. Вот поэтому, короче говоря, не сладко штормит. Тем не менее, у нас есть еще мальчик из Limitless, это уже бывший участник, Хисок. Он принимал участие в Produce One and One второй сезон. Так вот, он уже группу покинул. Он рассказал тоже посредством поста в своем Инстаграме, что тоже предпринимал попытку что-то с собой сделать. И это все было связано как раз таки с депрессией. А депрессия у него возникла на поне разногласий среди участников группы. И произошло это в тот момент, когда в группу добавили еще двух китайских артистов. Что-то там пошло-поехало не так, и он остался один. Он чувствовал это давление, он был вынужден продолжать работать. Он хотел покинуть группу, обращался к руководству. Руководство оттягивало-оттягивало, обещало ему постоянно, но переносило решение этого вопроса за какие-то предстоящие будущие мероприятия. В конечном итоге я так и не поняла, контракт до конца, расторгнут или нет, но как бы участник он уже бывший. Тем не менее, сразу же Оно, это интертеймент, его бывшее агентство, опубликовало ответное заявление, в котором ничего толком не заявило, кроме как поддержите группу, поддержите Хисока, все сейчас нуждаются в поддержке. Что-то мы там, в общем, по контракту решали, еще решаем. Не было, в общем, там никакой полезной информации. Хисок еще один пост опубликовал, в котором извинился за то, что он всех так поперепугал, пообещал позаботиться о своем здоровье, поблагодарил за поддержку. В общем, не знаю, мне жалко этого мальчика, он, кстати, очень талантливый, он очень круто поет. И чисто визуально, да, он прикольный. Так, у нас еще одна девочка, это у нас Хэна из ANS, публиковала посты она в своем инстаграме. Знаете, как обращение к кому-то, кем она недовольна. Там затрагивалась и группа, и участники, и компания, все вместе. Я не стала разбираться, ребята, не хочу выяснять, кто прав, кто виноват. В конечном итоге Хэна тоже совершила акт членовредительства и тоже угромахала в больницу. Поэтому, что происходит в этом мире, ребят, я просто ушутся. Давайте что-то смешное расскажу, но тоже плохое. Значит, это у нас была презентация On and Off, вернулись же со своим альбомом, называется он Spin Off. Клип шикарнейший, я не снимала реакцию, я пожалела, там такая песня. Мне очень нравится песня, мне нравятся какие-то куски определенные, звучание в ней. Все, короче, гуд. И вот у них была в связи с пандемией онлайн-презентация, посредством The Life была арендована площадка. Несмотря на то, что агентство запретило фанатам как-либо посещать какие-либо мероприятия, куда вообще-либо ссуваться к мальчикам. В период пандемии, через какой-то кодекс фан-сообщества, в общем, неважно, некоторые фанаты подумали, но нам же сильно хочется. И они раздобыли пропуска поддельные и попали на площадку. Они находились в комнате ожидания, потом возникли из-за этого всего проблемы с охраной. Вот это вот все туда-дым-сюда-дым-бым-бым-бым-бым, все мешало готовиться ребятам и сотрудникам к самой, к самому мероприятию, к ивенту. Поскольку были маски, сразу их определить было сложно, короче, самое что у нас такое, нехорошее. Во-первых, они засняли репетицию, засняли презентацию незаконно. Во-вторых, они прятались в уборной, это в-третьих уже, да. И в-четвертых, ребята, они съели еду, которая предназначалась для артистов и для персонала. И это просто взрыв моего мозга, я не понимаю, как такое возможно, господи. Ладно, едем дальше, по понтану. Во-первых, они объявили о том, что будет пресс-конференция, посвященная Динамиту. Это англоязычный у нас этот сингл, который должен выйти. Пресс-конференция была 21 августа. Также у нас Netmarble, это игра BTS Universe Story. Я уже о ней ранее рассказывала, ее раньше анонсировали. Уже был тизер опубликован, я повставляю кадры, там прям перемежается очень четко со вселенной BTS, с клипами, с комиксом, со всем на свете. Сейчас уже опубликовали постер новенький и небольшой тизер опубликовали. Там мы можем видеть ту самую зверушку, которая наделила у нас Джина возможностью перемещаться даром, да, вот этим перемещаться во времени. Главная подробность, знаете, какая, прям то, что игроки смогут перемещаться по вселенной Бантан и изучать ее, это типа ты просто берешь и попадаешь в клип Аймелью, например. Или куда-то еще, и ты можешь там походить, рассмотреть, пощупать практически, вы понимаете? Короче, я так жду эту игру, мне интересно, что оно и как и будет, и смогу ли я в нее поиграть, вот, да. У нас еще курсы корейского языка, вы помните, которые публиковались на Weverse, типа изучаем корейский язык с BTS. По-моему, бесплатный, я не видела, был ли там какой-то платный контент, но прижились курсы. И теперь они будут использоваться в различных университетах мира и различных школах мира для того, чтобы люди могли изучать корейский язык. Я напомню, что эти курсы составлены не просто BigHit, там принимали участие школа Hangul корейская, также некоторые там университеты, все там, в общем, правильно, грамотно построено. Так вот, буду теперь их то там, то сам использовать официально по всему миру. Еще был анонс о том, что выйдут пособия специальные по этому курсу. Боже, как бы я хотела на обзор себе, плюс можно было бы учиться вместе с бантанами. Помимо того, что там 4 книжки и всякие там приколюги, типа там специальные какой-то ручки, блокноты, что-то трым-пым-пым, я скажу, что самое четкое в этом курсе. Там есть коды, которые ты сканируешь и тебя переадресовывает на тот фрагмент видео, в котором BTS использует эту грамматику и непосредственно кусочек этого видео поясняет все, что тебе нужно. Это даже круче, чем аудио или видео уроки, ребята, боже мой, это так классно. А, про Big Hit Entertainment. Так вот, по версии журнала, который у нас называется, как же ты называешься, Fast Company, они опубликовали список самых влиятельных инновационных компаний, и Big Hit Entertainment заняли четвертую позицию после таких компаний, как Snap, Microsoft и Tesla. Apple заняли там 39 или что-то там, какую-то позицию, я не помню, но Big Hit оказались выше. Объясняется тем, что в прошлом году Big Hit Entertainment запустили Viverse и Viverse Shop, там объясняется, в чем все преимущество и крутопупень этого нововведения такого, да. Вот, я не буду углубляться, скажу только, что я, в принципе, не сильно-то удивлена, потому что Big Hit топят во всех направлениях, в которых только можно топить. При этом, когда название компании Big Hit стоит рядом с названиями Tesla, Apple, Microsoft, это, не знаю, заставляет меня гордиться еще больше, да, да. Стэн Big Hit ликует просто. Хорошо, Джессу у нас подтвердили, что она снимется в Дораме. Я не поняла, это главная роль или почти главная, но, по крайней мере, не такая эпизодическая, как у нее были ранее, она в Хрониках Аздаля снималась. Я смотрела, кстати, мне понравилась эта Дорамка. Рабочее название Snap Drop, подснежники пока что Дорамов, которые она примет участие. Продюсерами являются продюсеры сериала Небесный замок, что сам по себе популярен. Клип Got7, Just Write. Мой любимый клип, елки-маталки, как можно было взять этот клип? Взяли бы какой-то другой. Ну ладно, хорошо, Лита, вроде бы так зовут этого исполнителя, снял клип на композицию Hold Me Down. Я даже не буду пытаться вам поставить какие-то моменты, чтобы сравнить и решить. Там прям откровенный плагиат. Разве что только девочка в Got7 не танцевала так эротично вокруг стула. Более того, я не видела, чтобы об этом писали, но я уверена, что об этом писали. Одна из локаций мне напоминает клип Бонтан, не то, что напоминает, я ее прям там вижу. Вот, короче, клип там почти миллион просмотров набрал. Скрыты лайки, дизлайки, скрыты комментарии, что, в принципе, ожидаемо. Напишите, что вы думаете по этому поводу. King Choice По всемирному международному голосованию Сухуа и Зэксуа занял лучшего лидера Кейпоп 2020. Набрал он 6 миллионов 744 тысячи с лишним. Голосов за ним следует у нас Арэмчик из BTS и третье место заняла Джи Хио из Твайс. Конечно же, имеет значение огромная популярность в таких голосованиях. Тем не менее, быть лидером популярной группы, да вообще какой-либо, ты несешь ответственность не только за своих мембров, но и за весь фэндом. А на этой чудесной новости я хочу с вами вам откланяться, поблагодарить вас, что посмотрели видео, что вот уделили мне немножечко времени и, конечно же, проверьте, пожалуйста, подписку на Ритюб, поставьте большой пальчик вверх, тоже вам спасибульки огромнейшие. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Арижан, и вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.